Друзья, всем приветики! Сегодня у нас на календаре 24 марта и ровно месяц, как в нашей любимой стране, идёт война. Никто не мог подумать, ещё ровно месяц назад я даже себе представить не могла, что где-то я буду находиться в другой стране, сидеть две недели в распределительном центре. Всё это сложно, непонятно, но уж такова жизнь, как говорится. Погода здесь прекрасная, замечательная, но немножко хочу рассказать вам наших новостей. Вчера впервые нас зарегистрировали для того, нам как объяснили, что это будет консульство, наверное, не консульство, скорее всего, типа миграционной службы, либо как у нас облсоветная, она, скорее всего, мне так почему-то кажется, если я правильно поняла, среди русскоязычных людей. Нас зарегистрировали, внесли наши паспортные данные, мы подписались, что мы остались здесь, и мы идём в эту службу, когда нам придёт сообщение спустя 48 часов. В течение 48 часов нам должно прийти уведомление, что мы идём в эту службу. Каждый раз какая-то новая информация, каждый раз какая-то семья подходила, каждый раз какие-то другие информации говорили. У меня был вопрос, так как Игорю нужно было ещё до войны удалить молочный зуб, который был запломбирован, и ты самостоятельно его не удалишь. Он его уже пытался расшатать, но так как треснула сама эмаль, да, зубная и треснула, а зуб держится на пломбе. Хорошая, качественная пломба. Нашему стоматологу огромное спасибо, конечно, за это, но вырвать мы теперь не можем, и нужна нам помощь врачам. Вчера нам как-то быстро, быстро, экстренно оформили... Ой, сейчас, секундочку, палец, чтобы я не был в кадре. Нам быстро, экстренно... Вот мой Игорёк идёт в маске. А что, я в маске или нет? Не знаю, мы на воздухе, дыши воздухом. Быстро, экстренно нам оформили документ в направление бесплатное на удаление зуба. Нам сказали, бежите они до шести часов. Когда мы пришли, мы узнали, что они с шести часов. Прекрасно, думаю. Погуляли там? В общем, мы там и погуляли. Красивая такая территория. Если я как-нибудь потом уже соберу эти все ролики вокруг нашего, где мы находились, Ростока и Новый Бранденбург. Надеюсь, я правильному говорю, не перекручиваю. Новый Бранденбург. Новый Бранденбург, да? Новый Бранденбург. Вот. И всё вам покажу. Расскажу всё это уже потом. Но сейчас пока вот обещают нас в течение 48 часов расселить. То тут говорили, при большей квартире, для больших семей, люди пытаются объединяться. Спасибо Олечке. Она у меня где-то консультирует, где-то отвечает на мои вопросы. Она сказала, не спеши никуда, не объединяйся ни с кем. Всё будет. Ну, нужно набраться терпения. Ну, когда ты уже две недели находишься, очень сложно набираться терпения. Так, зарегистрировались, ждём. Когда мы пришли вчера, всё-таки попали к стоматологу. Мы объясняем, что мы на немецком не понимаем. Нам кричат что-то. Благо вышел врач, который хотя бы немного знал русский язык. Он сказал, я знаю его на 40%. И уже мы с ним общаясь, мы выяснили, что нам нужно удалить зуб. Но прежде чем удалить зуб, нам нужна справка, что мы прошли коронатест. А просто к нам мы брали, толкали, толкать, начали. Айнтест, айнтест, какой айнтест? Говорил, да, тесты? Я не слышала, представляете? Мне раз только сказали, айнтест, и потом шнелли, как-то шнелли там. Быстрее, быстрее. Начали меня толкать, я думаю, за что? Я этого не видела. Говорю, как есть. Видел, Игорь, видите? Вот, мы поэтому... Ну, сложилось так, конечно. Все в порядке. Есть, конечно, бытовые проблемы, которые между собой люди постоянно ругаются здесь. Ну, без этого, наверное, когда столько народу, и все на нервах, естественно, все прекрасно реагируют таким образом. Что-то у нас там машина, могу уже... Ну, мы идем, сейчас узнаем все, что там есть. Вот. А мы ходили с Игорем, сдали бутылки. Я попробую сюда кусочек видео вставить, правда он будет вертикальный, но я вставлю, специально смонтирую, вам вставлю. Сдали бутылки. Один евро у нас получился, но там я сдавали другого, нажимать надо, сынок. Дорогу перейти, нам нужно нажать, ждем. Нажимай и ждем. Тут ремонт дороги как раз. Я не буду поворачивать камеру. В общем, сдали мы бутылку. У нас было 4 бутылки пластиковые, мусорку они здесь не выбрасывают. Ага. Игорь увидел, как тут ремонт дороги делают. Сдали мы бутылки. Давайте, а то пошли. Частью, мы дорогу перейдем, чтобы аккуратно. Сдали мы бутылки, получили 1 евро с Игорем. У нас, фу, пахнет, воняет. У нас с ним 1 евро нам дали. И он за этот евро купил чипсы себе 89 центов. А что только себе? Я же с тобой буду делиться. Со мной буду делиться. Ну, в общем, не только со мной, еще и с девочками. Еще и с девочками, которые с нами вместе. Нужно будет поделиться. Опять у нас интернет сломался после вероятности. В общем, купил он себе чипсы 89 центов и нам 11 центов дали сдачу. Не знаю, как в других случаях будет, но нам отдали 1 цент сдачу. Он идет с вот такой сумкой. Здесь пакетов нет. Вот такие сумочки. Нам, я не знаю, где нам давали, то ли в Польше, то ли здесь, но мы с такой сумочкой ходим. Теперь магазин. Вот такие у нас новости кратенькие. Мы возвращаемся в наш центр и сейчас попробовать немножко для вас его снять. вот такое помещение, территория. Такая машина. Там уже дети играют. Клятки во все, что можно. А вот сидите. Вот такой вид. Я сейчас потемнечко зайду в зал. Я вам покажу, чтобы не спущать людей. Отжимаю. Отжимаю приемыш. Отжимаю приемота. Отжимаю. Продолжение следует... Продолжение следует...